Эмоционально, используя минимум изобразительных средств, описать ужас, который творился сразу после революции, дело непростое. Но у создателей экспозиции «Гроза 17-го года» это неплохо получилось. На центральном месте они разместили инсталляцию, объяснять которую вряд ли нужно. Это, можно сказать, так называемый дом, в котором творится как раз хаос. Буквально вот только что произошла революция, принят декрет о земле и остальные декреты, которые также символически здесь представлены. И вот уходит хозяин, которому было дано три дня на выселение после национализации. Хаос, в котором принимаются кардинальные решения, порой меняющие судьбы миллионов граждан. И то самое, что мы как раз хотели сказать, оно здесь выражено, и я думаю, здесь без слов, в общем-то, все понятно. В соседнем зале уже два года работает выставка под названием «В усадьбе у себя в раю», которая рассказывает о безоблачной жизни обитателей загородных имений, их увлечениях и быте. Экспозиция «Гроза 17-го года» призвана показать, как в одночасье рухнула эта жизнь. Здесь мы видим с вами декреты первой советской власти, которые как раз-таки и спровоцировали все то, что происходило позже. Это декрет об уничтожении сословий гражданских чинов, это декрет о земле, который фактически запустил процесс разрушения дворянской культуры, усадебной культуры, ну и в принципе, да, всего, что касается усадеб. Другие немногочисленные документы также призваны показать, почему судьба многих загородных имений и, конечно, их владельцев сложилась довольно трагическим образом. Сразу после революции мало кто задумывался об исторической ценности усадеб. Конечно же, для местных органов власти усадьба в первую очередь представляла ценность с точки зрения ее хозяйственного комплекса. Насколько он был развит, сколько находилось там в той или иной усадьбе коров, лошадей, какое было оборудование. Поэтому, конечно же, здесь не шла речь о сохранении фарфора, живописи или коллекции семейных архивов. Экспозиция «Гроза» 17-го года является частью более глобальной выставки «Судьбы усадеб». В ближайшем будущем откроются еще два зала, готовы даже их художественные решения. В одном будет рассказано о тех имениях, которые получили вторую жизнь, подобно Горкам. А в другом – об усадьбах с печальной судьбой. Концептуальная идея была создать единое экспозиционное пространство второго этажа Южного флигеля, дополнить уже существующую выставку в усадьбе «Себя в раю» таким логическим продолжением того, что происходило в обществе и в государстве после революции 17-го года. Экспозиция работает в Южном флигеле-усадьбе Горки на постоянной основе и доступна всем посетителям музея-заповедника Горки-Ленинские. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.